В Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей. Рынок на пересечении улиц Аврора Аэродромная существовал 20 лет. За эти годы его территория разрослась. Площадь рынка в 8 раз превысила все допустимые нормы. Сейчас там демонтировали и вывезли уже 82 павильона. Некоторые торговые точки продавцы убирают сами. Разрешение на торговлю имеет только 64 предпринимателя. Остальные палатки уберут в ближайшее время. Как наводит порядок на рынке, проверили глава города Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Торговые ряды на Авроре уже уменьшились. Половину о том, что рынок ликвидируют городские власти предупреждали еще весной. Продавцам дали время на то, чтобы распродать продукцию и самостоятельно разобрать павильоны. Некоторые так и поступили. Сейчас рабочие разбирают брошенные киоски. Местные жители мало удивляются происходящему. У многих накопились претензии к торговцам. Очень плохо пахло. Неприятный запах был. Мусор. Не нравился это, конечно. Мусор постоянно выкидывают. Есть такое, да. Сейчас не будет этого хорошо. На сегодня с территории рынка вывезли 81 незаконный павильон. Дальнейшей судьбой своего небольшого бизнеса обеспокоены пенсионеры. У нас район здесь очень и очень большой. Сколько жителей здесь, сколько пенсионеров. Все идут на этот рынок. Здесь как бы вот приходишь и покупатели уже свои клиенты. Мы их уважаем. Они к нам хорошо относятся. И как бы нам удобно и им удобно. Пенсионеров успокоил глава города. Дмитрий Азаров вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном проверили, как наводят порядок на территории рынка. Ну как у вас торговля идет? Нормально. Денег не берут с вас? Нет. 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 Вот оставить вот. Хорошо. Так и оставим. Оставим? Оставим. Пенсионеров места оставим. Конечно. Будут обязательно. Ну хорошо. Спасибо. На пересечении Авроры и Аэродромные продавцы незаконно занимали 8 тысяч квадратных метров территории. Хотя в областном Минимущество по этому адресу под рынком числится участок площадью всего 1300 квадратных метров. Именно в таком объеме законный рынок на этом месте останется. Изменится его форма и подход к организации торговли. Грязи и мусора на рынке больше не будет. В городском департаменте потребительского рынка уже разрабатывается новый проект. На месте незаконных торговых рядов планируется благоустроить красивую аллею. Наши условия очень простые. Благоустроенная территория, свободные проходы, проезды, чистота и порядок. Достойный вид павильонов, соответствующим уже ожиданиям всех горожан. При выполнении таких условий здесь будут появляться торговые павильоны, современные, комфортные, которые, конечно же, еще раз подчеркну, будут украшать город. Мы должны выработать алгоритм, при котором все стороны будут действительно довольны и жители, и покупатели, и продавцы. Поэтому этот рынок, мы надеемся, будет благоустроен. Эта работа системная продолжится. Новая схема размещения торговых объектов будет разработана до 1 ноября. Предприниматели, которым пришлось покинуть незаконную территорию, без работы не останутся. Им предлагают продолжить работу. Один из вариантов размещения на рынке Норд. Павел Баймаков, Лариса Шалафас, Дмитрий Тарасов. События. Футбольное поле, детворе, лавочки бабушкам, парковочные места автомобилистам. В Кировском районе Самара открылась площадка, благоустроенная по программе «Двор, в котором мы живем». Такой подарок жители четырех домов получили от администрации города. Настоящий праздник двора около 33-го дома по проспекту Металлургов. Дети покоряют новые горки и карусели, спортсмены играют в футбол и теннис, бабушки оценивают новые лавочки. Обновленный двор пришелся по вкусу всем жителям от мала до велика. У нас двор большой, хороший, площадки совсем не было и ни с детьми погулять, ни поиграть, ни спортивных мероприятий провести. А сейчас у нас прям, слава богу, все хорошо, все замечательно. Мы очень благодарны. Мне нравится, что этот двор очень большой. Тут есть футбольное поле, тут это, модно, сколько играть в футбол, баскетбол. Ну, тут очень большой, так что для детей понравится. Программы «Двор, в котором мы живем» попадают в первую очередь те дома, где жители сами активно занимаются благоустройством и в будущем сумеют поддерживать порядок. Все время, пока шел ремонт, люди сотрудничали с районной администрацией, вместе составляли проект. И подрядчики постарались учесть все пожелания соседей. Двор получился уютным и благоустроенным. Очень приятно, что жители, они сами вышли с сативой, участвовали в этом конкурсе. Потом был процесс согласования, противоречия. Ну, в конце концов, мы нашли самый оптимальный вариант. И подрядная организация оплатила то, что сейчас мы видим за моей спиной. Это замечательная, благоустроенная, комфортная, современная площадка. Всего в этом году в Самаре на средства городского бюджета благоустроят 72 дворовые территории. В следующем году программа продолжится. А жители этого двора на Металлургов решили к следующей весне запастись рассадой, чтобы вокруг стало еще уютнее. Мария Иваткина, Станислав Левин, События. В этом году в Самаре создано более 6 тысяч дополнительных мест в детских садах. До Нового года планируется открытие еще двух детсадов. Чтобы дни самарских малышей были насыщенными и плодотворными, с ними работают более 3,5 тысяч воспитателей. В профессиональный праздник лучших из них честовали в ДК «Современник». В движении «Жизнь» уверен воспитатель Лариса Романюк. Для малыша важно развиваться физически. Это не дело сидеть и бояться, что он может пораниться. В играх ребенок раскрывает свои способности. У нас фантастические игры. Ого, что это за фантастические игры? Мы придумываем игры и играем в них. У нас как будто оружие невидимые, крылья невидимые, и мы сражаемся там. Ну, фантазии хватает. Лариса Романюк родилась в заводской семье. Поначалу пришлось бороться с непониманием. Почему воспитатель, а не инженер? Но вот уже более 20 лет она работает в саду и ни разу не пожалела. Трудности, они, ну, как открытие каждый день. У кого-то не получается шнурок завязать бантиком красиво. Уже трудности, я считаю. Для ребенка это действительно трудности. Мы все помогаем. Конка хамячок, полосатенький бочок. Конка раненько встает, щечки моет, шейку трет. Анна Безгина работает воспитателем в саду более 15 лет. Доверие малышей считает лучшим своим достижением. Когда ребята приносят игрушки, рассказывают новости, делятся секретами, впускают в свой мир. В общем-то детский мир это жестокий мир, когда дети могут из-за игрушек подраться, да, и там из-за плохого настроения сделать кому-то больно. А вот детки, если у них что-то, например, плохо, они подойдут и скажут, вот у меня сегодня плохое настроение, у меня сегодня нет настроения играть. И это вот уже как бы говорит о том, что они мне доверяют. В Самаре работают более 7 тысяч сотрудников дошкольного образования. Из них половина – воспитатели. Это огромная армия от труда, заботы, ума, профессионализма и, главное, души зависит, какой будет наша страна и этот мир в целом в будущем. Заслуженных работников детских садов отметили именными грамотами и благодарственными письмами глава Самары, городская дума и городской департамент образования. С профессиональным праздником своих воспитателей поздравили их воспитанники. Для своих вторых мам они дали настоящий концерт с песнями, стихами и танцами. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Отопительный сезон в Самаре начнется с 1 октября. Глава города подписал соответствующее постановление. В первую очередь батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах. Подключение к теплоснабжению объектов в социальной сфере в Самаре начали уже сегодня. По истечении 7 дней с начала отопительного сезона в Самаре будет объявлена горячая линия, по которой жители смогут сообщать о неполадках и проблемах с подключением тепла, сообщает пресс-служба городадминистрации. С пользой для экологии и с выгодой для бизнеса. Мусоросортировочный завод европейского уровня появится в Самаре. К его строительству планируется привлечь нижегородских инвесторов. За опытом к волжским соседям отправились руководители профильных департаментов города. О второй жизни бытовых отходов Марии Ваткина. Грузовые машины, набитые до отказа, выстраиваются в очередь. На этот полигон свозят бытовые отходы со всего Нижнего Новгорода. Пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты, компакт-диски и пачки от сигарет, одноразовые посуды и отжившие сапоги. Полигон способен принимать до 900 тысяч тонн мусора в год. В следующем году здесь планируют открыть мусоросортировочный завод европейского уровня, где ручной труд будет минимальным. Мусором займутся высокотехнологичные машины. Будут применены сенсорные установки ТИТЭК с инфракрасными сканерами, которые в автоматическом режиме на очень большой скоростью, с очень большой производительностью могут отсортировать различные виды пластика, бумаги, картона. Самарскую делегацию заинтересовал опыт волжских коллег. Нижегородских инвесторов пригласили построить подобный завод в Самаре. В областной столице четыре полигона по сбору отходов, которые переполнены. Сортировка и дальнейшая переработка мусора позволят в будущем избежать возникновения несанкционированных свалок. Также будем перерабатывать и строительные отходы, то есть превращать их в строительный материал, и пэты, бутылки, и стекло, и пищевые отходы. В принципе, мы идем этим путем. Поэтому будем брать все самое лучшее, будем привлекать специалистов, вот тоже с нижнего, будем приглашать, приглашать к нам работать. Переработка ТБУ – выгодный бизнес, отмечают эксперты. Многие предприятия Самарского региона заинтересованы в покупке вторсырья. Ведь из обычной, казалось бы, никому не нужной пластиковой бутылки можно произвести много полезных вещей – от банковских карт до запчастей для ракеты самолетов. Мария Ваткина, Артем Сулайманов, События. В Самарском пансионате ветеранов труда и инвалидов на восьмой просеке достроят социально-бытовой центр. В этом году Самарская область попала в программу реконструкции и строительства объектов социального назначения. В уникальном пансионате побывал наш корреспондент. Татьяна Репина в пансионате живет уже восемь лет. Пять лет назад девушка вышла замуж. Супруги обосновались в одном из коттеджей. Для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь созданы все условия. Просторные комнаты, входы в дома оборудованы специальными пандусами и поручнями. Есть гаражи для автомобилей. По словам Татьяны, не хватает только спортивного зала. Чтобы заниматься любимым фитнесом, приходится ездить в город. Это же надо все равно искать машину и выезжать туда. Мы поступаем, показываем по фитнесу, какие достижения у нас. Пансионат ветеранов труда и инвалидов открылся в Самаре в июне 2005-го, как учреждение соцобслуживания коттеджного типа. Живут здесь в основном инвалиды-колясочники. Есть и семейные пары, а также ветераны войны и труда. Коттеджи рассчитаны на две семьи. Изначально в проекте пансионата было предусмотрено строительство медико-социально-бытового центра. Но на завершение работ не хватило средств. Удалось получить и выхлопнуть деньги из пенсионного фонда. И окончание строительства происходит в формате софинансирования. Половина суммы оплачивает областной бюджет, половину суммы мы рассчитываем получить из пенсионного фонда. Всего на завершение работ требуется около 60 миллионов рублей. В новом корпусе для удобства постояльцев будет кухня, столовая, оздоровительный кабинет. А главные инвалиды-колясочники смогут получать здесь качественное медобслуживание. Вопрос об окончании строительства на личном контроле губернатора подключился и депутат Госдумы Александр Хинштейн. С вводом этого объекта, во-первых, само учреждение превращается все-таки в учреждение и здравоохранения, а во-вторых, в половину возрастает его пропускная способность и мощность. У людей, которые имеют ограниченные возможности, должны быть возможности и для занятий спортом, и для того, чтобы чувствовать себя полноценными гражданами. Сейчас здесь живет более трех десятков людей. После открытия нового корпуса пансионат может принять еще 16 постояльцев. Согласно условиям контракта, ремонт медик социально-бытового центра должен завершиться 20 декабря. Ольга Морозова, Павел Бымаков, Валерий Шаронин. События. Они снова встретятся, белые и красные. Спустя 95 лет в Самаре вновь поднимут красные знамена. Будут вспоминать легендарного Чапаева и биться за освобождение города от белочехов. О грядущем фестивале «Тревожные дни Самары» в нашем следующем сюжете. Самара – будний день. Возле дома музея Фрунзе прогуливаются юные красноармейцы. А рядом о чем-то рассказывают друг другу их главные противники. Красные и белые в шаге друг от друга. Стоят, общаются, будто возникли из анекдота про Василия Ивановича и Петьку. Машина времени здесь ни при чем. Город готовится к седьмому военно-историческому фестивалю, посвященному 95-й годовщине освобождения Самары от белочехов в 1918 году. Все силы напрячь, не щадя живота своего на борьбу с контрреволюцией. Вперед, товарищи! Ура! Да здравствует советская власть! Мы с гордостью говорим, что наш фестиваль носит всероссийский характер. Потому что к нам, помимо военно-исторических клубов нашей Самары, приезжают военно-исторические клубы Москвы. Объединение военно-исторических клубов Москвы. И в этот раз к нам приедет целый автобус с 55 белыми и красными из Москвы. К нам приедут новоуральцы, к нам приедут ярославцы, к нам из Димитровграда, Тольятти, Ульяновска, Уфы. Вот такая биография нашего всероссийского фестиваля. Фестиваль «Ожившие страницы истории. Тревожные дни Самары» пройдет в субботу 28 сентября. В 11.00 во дворе дома музея Фрунзе все начнется с торжественного построения и молебна. Затем участники фестиваля пройдут колонной к памятнику Чапаева, после чего в 12.30 у главного здания музея Алабина на улице Ленинской развернется красочное действие, которое перенесет самарцев на 95 лет назад. В красочном сражении примут участие около 100 профессиональных реконструкторов. В мае этого года в Москве состоялась вторая всероссийская ярмарка событийного туризма. Это мероприятие проходило под эгидой, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И наш фестиваль был очень высоко оценен, получил специальный приз этого фестиваля и диплом за активное участие вообще в проведении этого формата. Впервые на фестивале будет представлен и быт Самары начала 20 века. Откроются банки и магазины, пройдут митинги, можно будет купить свежую прессу и отведать солдатской каши. Ну а завершит фестиваль выступление ансамбля казачьей песни «Корень». Юлия Черняева, Артем Сулайманов, Константин Головин. События. Семь лет они выбирают, куда пойти в выходные и где самые интересные события. Самарский журнал «Выбирай» отпраздновал свой день рождения. О празднике тех, кто знает, как нужно отдыхать, в репортаже Анастасии Зубаревой. Они выбирают мир во всем мире, непосредственность, хороший уикенд и настоящее детское веселье. Семь лет в самый раз идти в школу. Однако за это время журнал «Выбирай» успел достичь многого. На будущее планов не меньше. За семь лет прошло очень много разных событий. Были радостные события, тяжелые события. Ну, мы пережили эти все события вместе с вами. И думаю, дальше будет все только лучше. Настоящий день рождения в кругу друзей. Поздравить любимый журнал «Выбирай» пришли благодарные клиенты и просто хорошие друзья. Воздушные шары, подарки и угощения – самый быстрый путь в детство. Хотел бы пожелать дальнейшего развития. Подобралась отличная команда. Веселая. Началась наша теплая дружба. Я думаю, что она очень активно развивается. Мы посещаем мероприятия, на которые нас любезно приглашают наши друзья. И журнал «Выбирай». Нам все очень нравится. Читатели журнала выбирают легкость и веселье. Шоу мыльных пузырей, фокусы. Все для того, чтобы взрослые почувствовали себя детьми хотя бы на один вечер. Анастасия Зубарева, Артем Солойманов. События. Впереди вас ждут новости экономики. А мне остается напомнить телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» круглосуточно. На экранах своих смартфонов и планшетов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok